Анастасия Криво Анастасия Криво Анастасия Криво Включаем конкретных лиц, которые... Ответственность избирателя за принятие денежных средств и материальных средств, денежных средств в ходе реализации избирательного права. И эта ответственность, я думаю, по логике, она так и должна. Все участники процесса ответственны за те правонарушения, которые могут быть во время избирательного процесса. — Допустим, 42.2 вы предлагаете, недостоверных влечет в вложение штрафа второй категории. Вы предлагаете получение избирателям лично. Вы выносите 42.3 же. — 42.3.2 мы ничего не меняем, это поправка редакционного характера. — Допустим, что будет поменено? — В предоставлении избирателям заведомо недостоверных сведений, да? — Да, она же в прежней редакции, с предлагаемой редакции. Вот ко второму чтению она ничего не меняется. А в самой редакции что было у нас? Что меняется здесь? Сейчас смотрю, не вижу никаких изменений. — Редакционного характера мы тут... Подождите, штрафа... — Что меняем? — Раньше эта норма была, наверное, в этом, в кодексе о нарушениях. — Нет, он и сейчас... — О, о проступках. Мы ее переносим в кодекс о нарушениях. — Что меняется концептуально? — Здесь ничего не меняется, здесь только редакционного характера поправки. Название «Предоставление избирателям заведомо недостоверных сведений» влечет наложение штрафа второй категории. — А вот если в проступках он был, что было у него? Какой ответственность была у него? — Хочу обозначить, что отдельные санкции мы перенесли из кодекса о проступках в нарушения в связи с тем, что отчасти в избирательном процессе принимают участие лица, не могут которые заплатить в большом объеме штраф. Поэтому, чтобы снизить размер штрафа, отдельные нормы перенесены из кодекса о проступках в кодексе о нарушениях, что тоже влечет как бы такую гуманизацию наказания в части размера штрафа. Основная наша, большая часть моих предложений ко второму чтению — это такие редакционного характера поправки. Они носят такой характер приведения в соответствии с ранее принятыми законами в сфере выборов. И отдельные, конечно, нормы, они все-таки дают точную формулировку санкций и того субъекта, который... — Аня, вот вы сказали, что сейчас мы делаем гуманизацию, то есть снижайте размер штрафа. Вот штраф второй категории — это, если я не ошибаюсь, 15-25 тысяч сумм. Трава? — Сейчас. — Вот сейчас вы вносите. — Штраф второй категории для физических лиц, не буду совершеннолетних говорить, это 3 тысячи, от 3 тысяч до 6 тысяч. — Ой-ой-ой, для других физлиц это... — Кодекс опросов. — Нет, не совершеннолетних, я сказал. От других это от 300 до 600 рассчитанных показателей. — Да-да, вы несовершеннолетних сказали. — Нет-да-да, от 30 тысяч до 60 тысяч. Трава? — Да. Вот то, что вы предлагаете. А раньше сколько было? Вот вы в проступках, какая санкция там была? — Сейчас, минуту. — Меняете? — Там большая санкция была, сейчас у меня вот... Сейчас подождите. — Хорошо, то есть тапханэйнаэт космонам, кинькиснаэтверйна, да? — Хорошо. — Просто без хорапковых, вы утяжеляете ответственность тогда, или гуманизируете эту ответственность? — Гуманизируем. — Нам хотелось бы понимать, да, пояснить. И почему вы меняете? Нам логика необходима. И потом, как мы эту диспозицию... Вот, допустим, сегодня давайте у практиков дело было возбуждено по ним. У нас вот двухлетняя практика есть в МВД, или, я не знаю, в ГКНБ, в прокуратуре. По этой статье дело возбуждалось. Вот субъект преступления, как он заведомо недостоверное сведение о своем адресе, он избирательный адрес поменял. Вот у нас есть такая статья, как заведомо, вот, допустим, про следователя, заведомо незаконное возбуждение уголовного дела. По нему у нас практически следственной практики очень мало, нету практически, можно сказать. Вот заведомо недостоверные сведения. Вот такая практика у нас есть за два года. Со стороны представителей правоохранительных органов также, да, прокуратуры, можете уточнить? У нас вообще по этой статье дело возбуждено было. Какая практика до суда дошла? Представьтесь, пожалуйста, и по этому вопросу уточните. Заместитель министра юстиции. Здесь этой статьи не было. Она предлагалась в первоначальном виде законопроекта, как новая статья 8.7.3 в Кодексе о проступках. Затем Министерство юстиции и правительство поддержало, дало замечание по этой статье, в связи с тем, что наказание слишком суровое для простых избирателей. И поэтому, видимо, ко второму чтению из Кодекса о проступках, эта статья перешла в Кодекс о нарушениях. То есть это новая статья? Это новая статья, раньше ее не было. Вот я о чем не говорю. У нас в заключении нашего отдела, это как раз вся эта процедура описана. Я об этом спрашиваю. В связи с чем появляется такая инициатива? И вот хотелось бы узнать, Энер Тойчина, почему сегодня мы наделяем такими большими полномочиями для... Допустим, зачем мы избирателей облагаем таким большим штрафом? За что? Что он поменял? Может, ошибся, поменял адрес? Или заведомо ложный адрес Тейнгандео? Шайлёву Хадшарнастан Тахтайта Айдимины? Вот он адрес указал, допустим, не в Бишкеке, а в Аши, в Таласе, в Нарыне. Как её заведомо ложность пояснить, утвердить, обосновать, как расследовать её? Может быть, если у нас нет такой практики иностранных государств, соседей, или нет у нас следственной, или какой-то юридической практики, может быть, не надо нам такую возможность правоохранительным органам, чтобы избиратели не гоняли в момент выборов? В 20-минге, ой, конча, 30-минге на 60-минг, сон, тэллэдэп, коллап жюрэвиспэ. Иван Кладбекович, здесь новая норма звучит предоставление избирательным заведомо недостоверных сведений о смене избирательного адреса. То есть это вот эти дополнительные списки, если он сам со своим волеизъявлением идёт и говорит, я поменял место жительства, включите там дополнительные списки, и заведомо ложно предоставляет сведения, тогда наступает ответственность. А в общий список избирателей, они же формируются, избирательные комиссии без участия избирателей. Марат Игилевич, можно я расскажу, практика какая? Когда избиратель меняет свой избирательный адрес, он пишет заявление, он меняет. То есть это его собственное волеизъявление. И отвечает избиратель. А вот когда недобросовестный сотрудник ГРС или иной сотрудник правоохранительных органов пишет весь район в другую область, там тогда ответственность не избиратель же. Вот здесь, это же не избиратель тогда ответственность. Если смена избирательного адреса заведомо ложная, тогда ответственность не к избирателю же уходит. Вот допустим, он не подавал заявление. У нас выборы 15-го, выборы 16-го, выборы 17-го года. Есть практика, по которому люди себя не обнаруживали в списке. Их переносили не по их воле. Аймур Тойчин. Уэзюй, десканарзна, хайта-то Павлот. А вот, как он может не указать недостоверные сведения? Вот допустим, я написал заявление, я хочу голосовать не в Октябрьском районе города Бишки, а условно в Соколовском районе Чуйской области. Что недостоверного я предоставлю. Вот допустим, вот мне поясните, пожалуйста, завтра какая практика будет эта? Вот я реально там не живу, но я захотел там голосовать. Закон мне дает возможность. Форму 2. Вот по форме 2. А вот в чем ее заведомо недостоверность? Там, что у меня дома нет, это надо пояснить. В том, что я там постоянно не проживаю, это пояснить. Но закон не запрещает мне это делать. Как нам завтра это расследовать? Может быть, не надо этой статьи? Если у нас практики нету. Просто Демиль Геевич, все равно им это было. Это был, ты еще не всю статья, а вот. Да. Это был, ясно. Никакого ребенка, пр早jähr мне. Лunt месей любви. Я по filmingу岐han у тебя не знал за то. Я живу к anschахemon. Почему-то мы не взяли то, что, я думаю. Которую каналу, мы не все равно поз apo d烈у. Как вы кадете со мной, не все равно. Ты будешь seresiblить? Что октябербан né? Да и останется? Я Adult cry? Олега, что заведомо недостоверный избирательный адрес, как пояснить, что это недостоверный? Уже Майна Рыта и Чемина. Вы сформировали вопрос, да? Я теперь постараюсь ответить на него. Хорошо. Я наоборот. Мирлан Мирза. При подготовке данного законопроекта работала группа, которая состояла из ряда депутатов, эксперты из Центральной избирательной комиссии были. Эта группа, когда мы обсуждали ту или иную поправку, были конкретно, все поправки, они взяты из того опыта, 10-й год, 15-й год, 17-й годы. Поэтому какая норма появилась, благодаря тому, что это было норма поступила в связи с тем, что это было и в ходе избирательных процессов. На самом деле, когда избиратель меняет прописку и в ГРС, в ГРС предоставляет справку, изменение его адреса происходит с его добровольного желания же, в этом, вот в этом его добровольности и заключается основная концепция. Зная, зная, наперед, он потом изменяет свой адрес и как бы намеренно, да, ну, то, что мы получили весной перед выборами в местные кенеши, да, когда сотни избирателей, они же знали, что они меняют свой адрес. Поэтому вот все эти предложения, они вытекают из тех, того опыта, который мы накопили за вот ряд избирательных циклов. Вы, я думаю, что у вас вопрос в другом, в большом объеме штрафа. Нет, у меня вопрос... Или вы в концепции этого... У меня вопрос не в штрафе, вот даже вопрос... Нет, я вот хочу для себя пояснить, что такое предоставление заведомо недостоверных сведений. Внизу вы пишите предоставление избирателям заведомо недостоверных сведений в избирательной комиссии о смене избирательного адреса. Улкхандай джахдай. Он же... У нас же, вы же знаете, у нас составление списков очень довольно долгое, сейчас оно еще короче стало, было за 100 дней. Мы предварительные списки, контрольные списки, окончательные списки. Без вишечел бы, тёрджел текшерез, тизменича. Анын тегип, ГРС, Бардыгы тизмелеп, харапчеват. Вот заведомо ложный. Он как адрес должен поменять, чтобы его привлечь к ответственности? Вот как ее пояснить? Просто... Анастасия простудка. Анастасия простудка. О проступках, она действующая, эта норма? Не, ее нет. Вот заместить, министра юстиции, Конульков Марат Еделевич, и вы, если посмотрите заключение нашего отдела, там вся идет хронология, как появилась эта статья, как правительство предложило снизить ответственность. Вы изначально предлагали ее в кодекс проступков, а потом Булабданор, вот здесь даже цитата мне от правительства идет, очень трудным, финансовым, бедственным положением населения предлагаем, ну как Чаполина их там, штрафовать уже Мончарахту. Да почему? Мне поэтому сама статья непонятна. Ну на самом деле... Просто для юристов ее правоприменительная практика должна быть понятна. Вот допустим, вот здесь все сидят бывшие сотрудники силовых структур. Вот как они будут расследовать? Что считать недостоверными сведениями? Какое предоставление? Вот как он сменить должен измерительный адрес, чтобы его считать нарушителем в соответствии к кодексу? Предлагаю я... Вопрос там на аутербайк, если мы так-то... Уважаемые коллеги, да? Я просто думаю, сейчас этот вопрос будет длительно, во-первых, обсуждаться, и я думаю, мы можем перейти дальше по вопросам.